итак всем здравствуйте наступила у нас значит пора лета это время для чего для правила для вооруженного ясер так ну это голос канала вы слышите короче вот а фирма ласунка гран-при со вкусом мануа пломбир какао и малина пломбир а кстати какао с комбинованным складом с сырованный чего а почему здесь ничего такого не написано так ну шо можешь сказать про мороженое да они короче в рожке вот такой штучки я думаю многие из вас кто любитель мороженое думаю замечали пару раз или пробовали вообще я кажется еще помню короче вот три вкуса и по-моему еще был зеленый какой-то то ли с киви то ли чем-то еще то есть их было где-то может какой-то еще был что это вряд ли все но они главное шоу по довольно таки большой акции были то что вместо 40 пункт до 20 чем-то да акция почти в два раза дешевле было что-то по 25 гривен да вот и бэком еще от халявы для такого большого рожка ну ладно давайте начнем давай самого такого знаете стандартного какао знаете какао есть мороженое самое дешевое от своей линии от как она там полная чаша разумный выбер ну да да тут получается сто пятьдесят пять грамм минус то и на то выходит так бэринка смотрим состав кому интересно от обрубник ну блин тут упаковка такая ведь я завернут все став ой это занятия на болгарском мороза и все ароматизатор вани можете короче видеть состав очень сильный такой и плохой он есть ароматизатор малын я вижу с какао кому интересно может ставить на паузу читать ладно все давай давай с какао ну типа такой такой стандартный видите тут и само мороженое такое коричневое с какао хочешь начать я бы начал наоборот не то какао мне кажется она может да кстати вкус перебить ну ну давай давай с малой на на самом деле вот так вот выглядит уже вот сняли с обертки немножко он лишь помял да и визион в таком стаканчике вот я всегда думал возможно вот эту верхнюю штучку можно так вот как бы поддеть и типа а вот само мороженое отдельно есть в этом стаканчике потом рожок возможно это бред конечно не скорее всего этот стаканчик нужен чтобы сохранить вот такую красоту довольно таки привлекательно выглядит вообще найти вот не помнит какой фирмы по моему а по моему три ведьмеди есть такое в стаканчиках это вообще мое одно из самых вкусных что я пробовал блять с киевским тортом мороженое или там из террами суба моему было с разными вкусами торта золотой ключик уже как ты режешь блять что это такое блять нахуй ты испортил помял блять на разные стои господи блять попробуем и беленькую так она меня до ложечку в мороженое кашу ну мы сразу можем видеть что там он есть в середине варенье так начался попробовать белую часть постараюсь с этим кремом чуть крема чуть это вот как будто йогурт замороженный белая часть чувствуется что мороженое явно не из дешевых джем довольно таки приятный не прям такой химиозный ну конечно тоже на классическую на классическую малину тоже не похоже натурально давайте попробуем с коржом вот так вместе кашу сладенький в принципе такой знаете обычно давайте теперь розовую часть блять кожура вкусная розовая часть намного при поприятнее я как любитель фруктового мороженого это по-моему вафля называется там внизу видите сколько блять почему-то я замечаю в многих мороженых вот больше всего джема именно внизу давайте попробуем все вместе с джемом и с да вот это вот самое ярко я не кручу вот эта штука вот это прям натуральный джем не слушайте я жду жду я даже не могу остановиться реально очень вкусное мороженое прям охлаждает блин в меру сладкое то есть не химиозное то есть ну реально топ по акции вообще топ вот это особенно вареничка вот это самое вкусное красота реально вот идеальный баланс и сочетание вкусов то есть обычного пломбира джема или варенья нет реально вот это скорее всего варенья потому что там чувствуется реально такая густая субстанция никакой там не джем это реально варенье ладно переходим переходим в следующем вкус да вот таким вот образом выглядит с манго да я не знаю написано с кем мы не сразу каким-то йогуртом манговым пахнет ну примерно так же просто это джем другого цвета будешь вырезывать жду зачем предлагаем вырезать эту штуку что ты несешь осуждаю блять осуждаю так вот таким вот образом он резает смотрите ну по-другому как 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 испортить форкуш на гайд от огневища орхэм орхэм ноль эрхэм четырнадцать ну пока разрез запечатся это бывший хмс немного видите смешались потому что тарелку не мыли блять кому-то лень было так беру себе кусочек корж ладно я тоже сейчас наложу потом так ну я не знаю корж особого смысла нет пробовать ну давайте все равно оценим я тебе кончик остался спасибо пробуем сначала обычный пломбир ну да он точно такой же вместе с начинкой мм даже кусочки манго блять ну которая цветная вкусняшка я не могу сказать ну да ну если вы любитель фруктового мороженого вот это вот желтовато-оранжевое особенно с джемом это желтая часть жемом с коржом это вообще супер мега вкусно намного лучше чем пломбир хотя даже сам пломбир сравнить его с мороженым за 7 гривен от разумного был намного вкуснее будет натуральный ну желтая часть конечно да что можешь описать по вкусу кончик оставил шагнула пиши куда все-таки я комментирую что-то похоже как будто там шоколад шоколад ну так вот это за то что мы просто на тарелку положили кстати смотри походу они тоже самый джембл я готов это мороженое даже вот эти два мороженого тут сам раз два сожрать мы не заметили любите фильмы там где в одной комнате даже особо описывать нечего ну просто реально вкусно сочетаемо все я не знаю просто нечего добавить ну да скорее всего вспомнили немного будет все же повкуснее хотя опять же нельзя сравнивать типа два разные абсолютно вкусы не знаю не остановиться блять потому что просто такого давно мороженого не было мы обычно видим вот и самое дешевое не слушай по моему вот там в середине джембл и вот этот джем который на пломбире в самом начале он по моему отличается немного вот этот вот это как раз именно джембл а внутри этого мороженого там где желтая середина это уже как бы варенье все это видимо двое хотя может это одно и каши у меня единственное неудобное каши но каждому сожрать там по одну стуку эту сожаршую наверху мы будем сразу не скрывать ну просто всем да и вон вон обратите внимание кусочки манго да возможно консервированный манго ну что переходим к какао что-то мне кажется что какао будет менее вкусным после фруктовых а мне наоборот ну я вообще сам не любитель какао так что тут мне кажется уже больше каждому под свой вкус кто любитель того или иного ему больше понравится ну да пока что с малинами возможно какао прям будет вообще вау офигеть просмотрим вау посмотрите на это ну тут уже прям все коричнево черное прям почему кстати такой стереотип реально если там Выглядит вот так вот, как мороженое, я не знаю, за гривен сто, наверное, в каком-то. Так, Костя, что ты несешь, блядь? В смысле? Какой сто? Вот такие лырьки, типа, там, где продают мороженое, такое модное, знаешь? Возможно. Ну, тут, смотрите, тут уже и вафля другая сама, тут дрожжок уже. Почему, вот, я не закончил, почему именно стереотип, что если что-то шоколадное, то надо все в этом делать, что-то шоколадное, связанное с шоколадом, какао, блядь? Что-то это херное. Ну, смотри, вот, шоколадный торт. В шоколадном, смотрите, же, вот, начинка, там, крем, он же тоже шоколадный. Обычно. И что? А почему нельзя делать шоколадный торт, не знаю, с клубничной начинкой? Ну, такие есть, да, типа, праски. Ну, ладно, короче, хуйня. Но все равно обычно делают, если что-то шоколадное или какао, обычно все делают подобные ему консистенции. О, дай мне сразу вот так вот, как-то рожком, чтобы я сразу попробовал, блядь. Как едят это нормальные люди, блядь, они вот так вот. Костик ты ведь ешь? Костик всегда самый вкусный. Ну, давай. В костике шоколадка. Так, давай берем, блядь, сколько его много? Вон, видите, там слой шоколада. Я даю ему, кажется, полкилограмма мороженого. Ну, ладно, ребята, шоколад. Дает каким-то бухлом, не? Каким бухлом. Бумажка, значит, послание. Бумажка выпала, блядь. Кстати, тут все однотонно шоколадное, то есть предыдущее мороженое. Да вот это я имею в виду, почему во всех шоколадных все однотонно шоколадное. Они были, сейчас я пытаюсь пробовать мороженое, которое в рожке. Вот, тут, кстати, есть, по-моему, шоколадные крошки, если они решили. Ммм, оно отличается. Мороженое в рожке от этого отличается. Оно разное. Да? Это вот прям, то прям, которое внутри, оно вот прям шоколадное-шоколадное. А вот это дает как будто какими-то сгущенками, алкоголем. Ну, вот это прям внутри. Ммм, шоколадные крошки, я горюю, блядь. Сери. Ой, ой, ой. Именно шоколадные крошки, не печеньки. Ну, возьми, ай, кусок. Да, по-нормальному, по-человечески. Блядь, все руки в шоколаде. Еще раз. Да. Блядь, сколько мусора, сколько, блядь. Ну и пиздец. Ну, что скажешь, Макс, что скажешь? Котю больше всего понравилось. Я смотрю, сложный выбор. В принципе, вот этот сам корж везде одинаковый. Тут он еще более шоколадный. Усиливает вкус шоколада. Что ты возьмешь еще? Давай. Тут реально, вот чего вы определите? Что вы больше всего любите? Прям, блядь, шоколад, блядь, шоколад, блядь. Или фруктики. Мне тоже фруктики. Ну. Фруктики больше подходят, когда на пляж. Живешь там, живешь карбузы и мороженое. Ну и мне, как любителю фруктов, наверное, больше всего шло, наверное, с малиной. Там с манго немножко, как даже сам джем. Да, самый топовый вкус с малиной. Манго, в принципе, тоже неплохо, но там сам джем какой-то, ну, менее натуральный, мне кажется. Тут малини более, ой, ну да, малини. Как бабушки на варенье, знаете. Может доедать. Так что, все-таки, все-таки, мне кажется, малина поперезает. Но если вы прям заядли любители шоколада, или пить ему, да, мороженое с кофе. Кайфовать чисто, ну и прям, чтобы шоколад, блядь, вытекал, блядь, шоколад, блядь, шоколад, вот эти крошечки, вот эти, жрешь, блядь, вот, вот, вам прям, ах, вам прям зайдет, это с шоколадом. Все, блядь, убирайте, так, короче. Вот этот весь мусор, блядь, стол в говне, мусор, блядь. Все, все в говне, ну, как всегда, после любого. Все, 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 буду, дочень, до новых встреч. Ну, стоит мороженое, расползает. Тут же все это выхладил, ой, блядь. Не буду о плохом, о грустном, только позитивом. До новых выпусков, всем удачи. Пока.